Я тут читал книгу под названием «Думай и богатей». А там был список того, что Наполеон Хиллс читал важным качеством и свойством лидера. Список показался мне настолько хорошим, что я занес его в мои записи. И теперь моя цель в том, чтобы мои записи стали вашими записями, чтобы перенести вам в головы то, что у меня в голове. Так, чтобы оно ни в вас не остановилось, чтобы то, о чем мы говорим сегодня, продолжало жизнь. Вот почему я делаю то, что я делаю. Мне доставляет большую радость влиять на тех, кого я вижу, здороваться с ними, с аудиторией, которую вы видите. Но я также знаю невидимые аудитории, на которые влияет все, что мы делаем. И вот теперь у меня есть шанс это сделать. Я могу рассказать вам сегодня что-то полезное, а вы передадите это людям, которые я уже не увижу. Это для меня очень важно. А теперь я дам вам этот список. Это хороший список. Первый пункт в списке Наполеона. Лидеру нужно несгибаемое божество. Не знаю, вполне ли я согласен в части несгибаемости, потому что иногда ваше мужество немножко шатается, как бы гнется, но не ломается. Мужество растет, и вдруг иногда у вас возникает сомнение, и мы, заглядывая себе в глубже, чтобы найти такое мужество, которое позволит преодолеть сомнения и страх. Так что тут я бы немного поспорил с Наполеоном насчет несгибаемости мужества, потому что иногда мужество гнется. Но пока оно есть, пока это так, оно вам служит. Мужество делает то, что вам, казалось бы, не под силу. Мужество идти навстречу неизвестному. Мужество заговорить с незнакомцем. Мужество попробовать провести встречу. Мужество впервые рассказать о своих успехах. Мужество разрешить проблемы, которые раньше не удавалось разрешить. Такого рода мужество. Мужество встать, когда вокруг темно. Мужество сделать дело, когда оно, кажется, не идет. Мужество неудачный день жить так, как будто это просто замечательный день. Такое мужество. Немного колебаться иногда, да, ведь у вас у всех есть сомнения. Ко всем нам закрадываются мелкие страхи. Так устроена наша жизнь. Но для этого нужна вера. Для этого нужно мужество. Чтобы выручить нас тогда, когда сомнения нам мешают. Вера, чтобы преодолеть страх. И мужество, чтобы преодолеть сомнения. Но это хорошее качество, хорошее свойство хорошего лидера. Это непоколебимое мужество. Во-вторых, как сказал Наполеон, самоконтроль. Это, конечно, квинтэссенция жизни. Самоконтроль. Ведь у всех нас идет эта борьба. Она идет по всему миру. Борьба свободы, стирании. В нашем организме идет борьба между здоровьем и болезнью. Борьба света и тьмы. Борьба добра и зла. Я это называю борьбой противоположностей. Как только вы появились на свет, как только вы обнаружили себя на планете, летящей неизвестно куда, вы узнали, что эта борьба существует. Чтобы быть цивилизованным обществом, мы должны загнать темную сторону нашей природы в дальний угол, а положительной стороне дать рассвести. С раннего возраста мы должны уметь контролировать себя. Власть чудесная вещь, но ею можно и нужно распорядиться мудро. Ею нужно распоряжаться во благо, а не в целях разрушения. Итак, самоконтроль необходим, чтобы стать сильным лидером. Чтобы стать примером для тех, кто идет за вами. Примером контроля за эмоциями. Примером контроля над темной стороной вашей природы. Лучшим примером того, как выбрать слова и не поступать бездумно. Вот такой контроль. Контроль над аппетитом. Контроль над страстями. Чтобы они стали частью позитивной, а не негативной стороной жизни. Самоконтроль. Очень важно. Затем он сказал, у лидера должно быть острое чувство справедливости. Как верно. Мы знакомимся со справедливостью уже в детстве. Когда что-то случилось или нам что-то сделали, а мы что-то сказали нам, что это несправедливо. Кто-то к нам несправедливо отнесся. У нас есть чувство справедливости, и оно начинает развиваться очень рано. Далее мы должны использовать это чувство справедливости, чтобы оно развивалось. Это инстинкт честной игры. Ощущение правды, сознание того, что правда за тобой. Чтобы делать минимум ошибок, нужно иметь чувство справедливости. Мы обязаны быть справедливыми, создавая нашу организацию. Понимая, что такое справедливость, где хороший баланс. Система маркетинга, созданная марком, должна быть честной со всех сторон. Если у вас есть клиент, и вы о нем заботитесь, то другое не сможет прийти и увести этого клиента. То же самое с дистрибьюторами. Есть определенные правила. Чтобы мы все могли работать в этой системе, построенной на правде, честности и справедливости. Иначе наше предприятие не сможет работать. Иначе у нас будет, говоря языком политиков, анархия. Где нет закона, где право основано на силе. Сила диктует правила игры. Ни закон, ни правила, ни справедливость, а сила. И мы все это отвергли. За последние шесть тысяч лет заканчивались катастрофы и все попытки власти опираться на силу вместо демократии. Рассчитывать на запугивание вместе свободу. И мы все знаем, с какими страшными жертвами это приводит. Причем не только в сфере политики, будь в отдельной стране или в мире, но и в сфере предпринимательства. Если учитель несправедлив, это повредит учебе в школе. Это вредит команде сотрудников, если кто-то несправедлив. Или если руководство несправедливо при использовании закона. Итак, это правда. Острое чувство справедливости того, что правильно и честно. Отчасти мы учимся этому по ходу дела. Никто не может всего в первый год. Никто не может всего ни на второй, ни на третий год. Спустя все эти годы, и как человек, и как бизнесмен, я вижу, что мы все еще даже спустя все эти годы пытаемся понять, что хорошо, что справедливо, что правильно. Чтобы внести равновесие в жизнь и строить будущее на прочной основе. Так что я согласен с Наполеоном. Хорошая идея. Чувство справедливости. И вот еще один пункт из этого списка. Определенность решений. Нерешительность крадет у нас наши перспективы. Если вы не принимаете решения, хорошая возможность может уйти. Если вы не решите, что вы будете делать сегодня, то день может пройти, а вы только ничего и не сделали. В некоторых выступлениях я говорил о том, как распоряжаться времени, и вот одна из лучших идей о том, как использовать время. Не начинайте день, пока вы его не закончили. Как же можно закончить день, еще не начав его? Оказывается, можно. Если вы не распланируете день, если нет идеи, нет хорошего плана, то, конечно, день пройдет зря. Утром вы скажете, так, чем бы мне сегодня заняться? Вот второй половине дня вы говорите, время уходит, что мне сейчас делать? И к этому времени большая часть дня уже потеряна. Большая часть дня прошла без пользы, она ничем вам не послужила. Просто потому, что рано утром вы не приняли некоторых решений. Решения, принятые нами в начале жизни, порой длятся всю нашу жизнь. Те решения, принятые вами в начале, о том, что вы будете делать в жизни, в том, что касается Гербалаев, эти решения являются жизненно важными. Если вы не примете их, то, конечно, время уйдет. А возможности порой становятся меньше, и вы тратите много времени на версту и упущенное. Просто потому, что время и не приняли тех ранних решений. Эти решения в самом начале дня, решения в начале месяца, это решения в начале года. Именно они определяют то, что за год вам предстоит прожить. Решения, принятые в начале вашего брака, иногда эти решения влияют на брак, на протяжении всей жизни. Решения, которые вы принимаете, только узнав о некоторой возможности, о том, что вы с ней будете делать, насколько сможете ее использовать, что она будет означать для вас в последующие годы, эти решения жизненно важны. Кроме того, нам нужно решение, чтобы исправлять неудачные решения, чтобы преодолевать ошибки. Конечно, мы все принимаем неудачные решения, и в конце года, в неделе, в месяц, или в прошествии нескольких лет мы говорим себе, это решение мне дорого обошлось, оно мне стоило много времени, оно мне стоило много денег, оно мне стоило хороших отношений, возможно быть успешным. Но пока вы живы, есть еще возможность использовать силу решительности и исправить ошибки неудачных решений прошлого. У всех нас есть такая возможность, но я думаю, тут Наполеон тоже прав. Решение нужно четко определять, чтобы перспектива не ускользнула. Пользуйтесь возможностями. Вот еще одно. Наполеон Хилл сказал, «У хорошего лидера четкий план». Как это важно! И за все эти годы существования Гербалаев, еще не было лучшего года, чтобы воспользоваться этим шансом, изложить основу для будущего. За свои 18 лет Гербалайф развивается невероятно быстро, не только в плане экспансии бизнеса в новые страны, но и в плане совершенствования маркетинг-планов, в отношении разработки новых продуктов, в отношении разработки системы поддержки. Теперь дело за тем, чтобы вы решились этим воспользоваться. Гербалайф – это как приливная волна, которая поднимает все корабли, если они только на плаву. Если ваш корабль, ваша лодка не в воде, то хотя начался прилив, но он поднимает все корабли, но если ваш не на плаву, то вам это никак не поможет. И вот что вы должны сделать. Планируйте с таким же энтузиазмом, как Марк Хьюз, особенно члены президент-тима, Черменс Клаб. Планируйте будущую компанию Гербалайф, и сейчас же составляйте ваши собственные планы. Не дайте ускользнуть этой возможности, не дайте ей уйти, не успев извлечь из нее выгоду. Не проигрывайте эту битву. Может быть, из-за отсутствия плана вы упустили месяц или два, неделю или две, или, может быть, вы потеряли год, и ваша эффективность 10%, а не 100%. Настала пора все это изменить и начать составлять планы. Ваши планы с Гербалайф, они жизненно важны. Вам стоит извлечь выгоду из планов мировой экспансии Гербалайф, планы развития Гербалайф в вашей стране, планов развития бизнеса Гербалайф, стратегия поощрения, понимаете? Пользуйтесь этим, ловите момент. Скажите себе, «Мне нужны планы, которые учитывают Гербалайф». Не обязаны соответствующие Гербалайф в плане цифр, но в плане динамизма, в том, что они следуют Гербалайф в использовании возможностей. Ваши планы развития в Гербалайф. У вас должно быть так, семейные планы, так? Вы должны учитывать интересы семьи. Их нельзя не учитывать. Одна из трудностей при составлении планов состоит в том, чтобы все сбалансировать, чтобы сделать так, чтобы в конце года вы не пожалели, говоря себе, «Я слишком много времени потратил на это, слишком много денег». А потом, если уж так случится, спросить, «Как избежать повторения и заставить лучший план?» Так, чтобы в конце следующего года у вас не было причин для сожаления, и спустя пять лет, три, четыре или пять лет спустя, четкие планы. Планы вложения денег. С тех пор, как я познакомился с Марком Хьюзом, меня восхищает то, что когда он добивался первых успехов, он сразу составлял отличный план. Не только в смысле его личного финансового успеха, но и в рамках компании. Ведь Марк должен следить за компанией и быть уверенным в ее безопасности, в том, что у компании будет достаточно резервов, чтобы не случилось в мире. Если ваша компания работает уже в 37 странах, вы можете себе вообразить масштаб задачи. Он должен быть уверенным, что для каждой страны есть планы, запасные планы, финансовые планы, и такие продукты и перспективы маркетинга. Большинству из нас даже предстоит такой размер не под силу. Мы не можем представить, как строить планы, чтобы обеспечить будущее Гербалая. Вот как я описываю этот на недавней встрече президент Стивен. Марк берет на себя те же обязательства, что и президент США. Те же... То есть охранять и защищать конституцию. Так говорит президент. А Марк обязан защищать и охранять, и беречь компанию, чтобы она жила не только в Америке, где она зародилась, но и во всех странах мира. Это огромная ответственность. Но сейчас речь идет о ваших планах финансовой безопасности. Если вы начинаете зарабатывать большие деньги в Гербалаях, то у вас должен быть хороший план использования ваших ресурсов, чтобы вы были в безопасности, чтобы что бы ни случилось. Тут я согласен с Наполеоном. У вас должны быть хорошие планы. Еще кое-что о планах, и это касается плана вашего личного развития. План стать в будущем году лучше, чем был в этом. План пойти на курсы, на практические занятия, сделать все возможное, чтобы показать личный рост, а не просто финансовый прогресс. Не просто прогресс в смысле покупки еще одного дома или машины, а прогресс личности. Прогресс в навыках общения. Прогресс в навыках найма новых сотрудников. Прогресс в навыках работы с людьми. Прогресс в умении употреблять свое влияние так, что оно возрастает в 5, в 10 по сравнению с прошлым. Вам нужны такие планы. План личного роста. Развитие как личности. План достижения максимума. Максимум вашего потенциального будущего. По мере развития вашего бизнеса в Гербалайфе и в вашей личной жизни. Для всего этого должны быть хорошие планы. Далее у Наполеона Хилла идет хорошее высказывание. Так говорил мой отец, и он мне завещал этот философский прицеп. Вот что он сказал. Хороший лидер делает больше, чем то, за что ему платят. Какая замечательная философия. Привычка делать больше, чем то, за что тебе платят. Мы называем это вложением. Ты сеешь его, как семена, которые не взойдут прямо сейчас, но урожай непременно будет. Это то же самое, что вклад капитала в капитализме. Делать больше, чем за что тебе платят, значит готовиться к будущему росту. Ведь если ты делаешь больше того, за что уже заплачено, то ты инвестируешь. Средний человек думает, если я сделаю больше для компании, значит она меня обирает. Мне же не платят за лишнее время, за лишнее внимание, а это не так. На это не так надо смотреть. Надо сказать себе, я прихожу раньше, остаюсь позже, это вклад в мое личное будущее. Потому что я хочу создать себе такую репутацию, я хочу, чтобы в моей жизни доминировала такая философия, делать больше, чем то, за что мне платят. И эта философия отлично работает в Гербалайфе. Вы продаете продукты Гербалайф по методике Гербалайф, и теперь вы должны делать больше того, за что вам платят, так? У них есть продукты, у вас есть деньги. Но вам нельзя ограничить ваш вклад только этим. Вы должны делать инвестиции, времени, силы и энергии, чтобы превратить этого клиента в историю успеха. Иногда это самая трудная работа, работа после продажи. Потому что сама продажа бывает довольно простой. Вам говорят, мне нужно тот и тот товар, вот деньги. Но теперь вы должны остаться с ними, убедить в том, что они не просто купили, но и использовали этот продукт. И что они не просто использовали этот продукт, а использовали его постоянно. Вот в чем состоит работа после продажи. Если вы научились вносить вклад такого рода и делать больше того, за что вам сразу же платят, вознаграждение в будущем может быть фантастическим. Это знают все сотрудники Гербалайф, главное не продажа продукта. Главное рассказ об успехе. Рассказ, от которого появится столько продаж, что их некуда девать. Рассказ, который позволит достичь того, чтобы ты один никогда не добился, который приведет людей, которые не пришли бы к тебе. В таких инвестициях большой потенциал. Итак, вы делаете больше того, за что вам сразу платят. Так случилось со мной. Я внес свой вклад. Когда я начал выступать с лекциями 36 лет тому назад, я выступал перед школьниками, студентами, я выступал в клубах. Я просто все отдавал. Я выступал бесплатно. Мистер Рон, вы не выступаете на завтраке? Конечно. Вы не прочитаете, пожалуйста, лекцию на обеде в клубе? Конечно. И все это поначалу было бесплатно. Во-первых, я уже сделал себе состояние, мне не нужны были деньги, и я это делал бесплатно. Но посмотрите, что мне это дало. То, что тогда, в самом начале, я делал это бесплатно. В итоге, привело меня в бизнес, позволило открыть свою компанию. Много лет назад я выступал семинарам в Рос-Анджелесе, а в зрительном зале сидел Марк Юс. Так что, если вам за это не платят, не думайте об этом. Просто делайте свое дело. Думай о будущем, когда вам воздастся старицы. Если у вас такая привычка, такого рода философия. Далее. Наполеон Хилл говорит о личности. Вам нужно обаяние. Есть множество аспектов личности. Один – это ваш деловой характер. Такое появление, такое отношение к людям, которые вам нужны, особенно на людях. Иногда кое-что можешь закрыть глаза, на небрежности в частной жизни, но на публике, когда это влияет на ваши доходы, когда это влияет на ваш бизнес, в будущем, ваш характер. И вот, что еще нужно помнить. Вы куете свой характер в одиночестве, чтобы потом он помог вам на людях. Иногда мы ошибочно думаем, я могу быть небрежным с немногими, но я научусь быть более внимательным, когда у меня будут тысячи. Это так не работает. Небрежность немногими наверняка просочится ваше выступление перед тысячей слушателями. Вот эффективный метод, и Гербалайф со своей системой маркетинга дает вам эффективный способ его использовать. Ваше влияние на людях, тет-а-тет, вот что действительно важно. Вы скажете, я работаю всего с двумя клиентами, какое это имеет значение? А вот тут как раз это имеет и значение. Если вы хорошо потренируетесь, как использовать ваше обаяние, как использовать ваше влияние, чтобы привлечь что-то в внимание, чтобы они стали вас слушать, чтобы они стали участвовать, если вы личность, о которой скажут, я хочу быть рядом с таким человеком. Он необычен, он не похож на людей, которых я вижу каждый день, такая личность. Но ее нужно создать за кулисами, ее нужно культивировать в общении один на один, если вы успешны, один на один, один на троих, один на пятерых. Я вам обещаю, что это вас подготовит к тому, что вы сможете выступать с обаянием, с какой-то харизмой, которая завоюет людей перед залом, и в 500, и в 1000, и в 5000 человек. Так что вот это хорошая идея, работать над своей личностью. Вот лучший подарок, который вы можете сделать. Это подарок в форме внимания. Внимание обладает очень большой силой. В молодости я познакомился с Нельсоном Рокфеллером, одним из богатейших американцев того времени, его уже нет, но он был уникальным человеком. Он баллотировался на вице-президента Соединенных Штатов. Мне довелось побывать на пресс-конференции, и я подобрался близко к нему, что когда он выходил, мне удалось пройти, потому что охрана тогда была не такой строгой. И притянул ему руку, пожал ему руку и сказал, «Меня зовут Джим Рон, мистер Рокфеллер». Больше всего мне запомнилось то внимание, которое он мне уделил. Вокруг вспышка камер, суета, он смотрит мне в глаза и говорит, «Джим Рон, вы откуда?» Я говорю, «Из Айдахо». Он говорит, «Мне очень нравится в Айдахо. Это один из моих любимых штатах во всей стране». На несколько секунд он уделил мне внимание, пожал мне руку. Я никогда не забуду этого рукопожатия. Такие рукопожатия дорого стоят. Никогда не забуду того внимания, которое он мне уделил на мгновение. Это было мощно. Впечатление осталось на всю жизнь. Вот почему я вспоминаю эту историю. Вы тоже можете этому научиться. Пользуясь вашим обаянием, пользуясь вашим влиянием, дарите людям дар внимания. А напоследок, вот оставшаяся часть моего списка. Наполеон Хилл сказал, «Лидеру нужно сочувствие и понимание». Это должны мы развивать с молодым. Мы должны обращать внимание на тех, кому повезло меньше нашего, на тех, кому нужна рука помощи. А теперь мы учимся замечать тех, кому нужен шанс, кому нужна перемена к лучшему в плане самочувствия, тех, кому нужна перемена в жизни, в их образе жизни. Такое сочувствие, такое понимание побудило Марка Хьюза создать компанию. Для этого потребовалось такое понимание и сочувствие, такое глубокое чувство. Марк знал, что такое бедность. Он понимал, что значит не иметь. Он понимал, что значит не иметь достаточно финансов, ресурсов. Он понимал, что значит не иметь полноценного образования. Он знал такую нужду. Но вместо того, чтобы жаловаться, он сказал, «Я изменю свою жизнь», «А потом помогу другим с теми же проблемами», «Без образования», «Без денег», «Без ресурсов», «Без хорошего самочувствия», «Сталкивающимися со всякого рода неразрешимыми проблемами». «Я решу свои проблемы, а затем я буду достаточно сильным и умелым, чтобы помочь других людям». Такое лидерство, такое сопереживание, это очень сильная штука. Вот еще одно. Лидер должен, сказал Наполеон, владеть подробностями. Как верно. Можно потерять все, если утратить пару деталей. При полете на Луну все должно работать, так ведь? Несколько тысяч движущих из деталей, несколько тысяч компонентов в проекте по полету на Луну и возвращению, и все они должны работать неисправно. Нельзя, чтобы работало только 10%, 80%, 90% они все должны работать. А есть еще и запасные системы, которые меняют при поломках. Такого рода контроль за мелочами жизненно важен. Но вот еще нужно понимать одно, говоря о гербалае. Суть часто кроется в мелочи. Кто-то говорит, «Вы знаете, я сбросил 13 килограмм». 13 килограмм? Это 13 килограмм. Но суть не в этом. Суть вот в чем. Что с вами было, пока вы не открыли для себя гербалае? Как вы себя чувствовали? Какие у вас были условия? Тогда человек начинает рассказывать нам подробности. А после того, как они сбросили вес, как они себя чувствуют? Теперь их уверенность в себе возрастет. Теперь им легче на душе. Суть кроется в подробностях. Но точно так же важны и подробности вашего дня, подробности вашего бизнеса, подробности успешного общения. Осваивайте подробности. Хороший совет Наполеон Хилл. А вот еще три. Готовность принять на себя всю ответственность. Всех нас этому учили, особенно в годы работы с гербалай. Брать на себя полную, стопроцентную ответственность. Марк Юс говорил, «Я не отвечаю за то, что со мной происходит, но я полностью отвечаю за то, как я на это реагирую. Со мной случилось такое. Мне причинили зло. В начале его карьеры в бизнесе ему вредили. Кто-то удирал с деньгами, а он оставался ни с чем. Но он говорил, «Это случилось, и я за это ответственности не несу. Но я в ответе за то, чтобы сказать себе, что же я буду делать с тем, что случилось?» Если град губит урожай, фермер за это не в ответе. Его ответственность начинается тогда, когда град кончается. И он спрашивает у самого себя, «Что мне теперь делать?» Теперь, когда катастрофа прошла, теперь, когда ущерб уже нанесен, что мне теперь с этим делать? Все эти годы я учил в этой же жизненной философии. Ваше будущее определяется не тем, что с вами случилось. Ваше будущее определяется тем, как вы с этим работаете. Это очень важный навык. Брать на себя полную ответственность. Если вы лидер организации, вы проводите встречи, то ответственность в конечном счете лежит на вас. Кто-то другой может наломать дров, наделать ошибок. И все же это ваша ответственность. Есть вещи, которые вам неподвластны. Понятное дело, но то, что вы с этим делаете, как вы это исправляете? Та дипломатия, которую вы используете, та стратегия, которую вы используете, это та ответственность, которая лежит на вас. Кроме того, вы в ответе за ваше будущее. Никто его за вас не исправит, никто его за вас не придумает, никто, кроме вас, не придет и не скажет, слушай, я постараюсь сделать так, чтобы у тебя было все хорошо. Вы должны использовать вклад других людей, их свидетельства, их обучение, их тренинг, их влияние, но потом вы должны взять на себя ответственность за ваше будущее. Вы можете придумать себе жизнь, полную процветание, или вы можете придумать себе жизнь по инерции. Ответственность лежит за вас. Ну и последние два. В списке дальше идет сотрудничество. Среди прочих замечательных вещей мы учимся в Гербалай сотрудничестве. Мы пользуемся идеями друг друга, пользуемся творческим вкладом друг друга, пользуемся энтузиазмом друг друга, пользуемся свидетельствами друг друга, и мы пользуемся готовностью наших коллег к дальнейшему росту. На таком сотрудничестве и построен Гербалай. В начале пути Марк собрал группу, Джерри Шитанович, Даг Станца и прочих, и составил план сотрудничества. Он сказал, нет предела тому, чего мы достигаем, если будем вместе. Нет предела тому, сколько людей нам удастся увлечь, если мы будем вместе. Ты делай это, ты делай то, я буду делать вот это. Вместе мы справимся, вместе мы начнем это дело. Это высказывание, где двое или твое согласны, нет невозможного. Если они одного мнения о проекте, если у них одно видение, если они согласны по поводу методов, то, поверьте, нет ничего невозможного. Ничто не может помешать, если только двое или трое согласны. Что здорово в Гербалай, так это то, что у нас куда больше, чем двое и трое. Сегодня в президент Стим много участников. Даже в Чарманс Клаб Росте, миллионер Стим, впечатляет как честностью, так и влиянием. А наше сотрудничество в ТЭП Тим в качестве работы дистрибьюторов американского офиса штата поддержки, пятнадцатого этажа, где мы и не работали. Если мы сотрудничаем, то для нас нет ничего невозможного. Нет никого, до кого бы мы не смогли достучаться. Нет такой страны, до которой мы не могли бы добраться с нашей историей. Сотрудничество. Вот почему я здесь. Я хочу внести свой вклад через HBN, передать через эфир некоторые мысли, дать вам кое-что записать, кое над чем подумать, кое о чем поговорить с вашими сотрудниками, с которыми вы стоите в вашем бизнесе. Такого рода сотрудничество сделает этот год успешным годом. Оно нас приведет к двум, к трём миллиардам, к пяти миллиардам, но оно нам даст и гораздо больше, нежели простые эти цифры. Оно даст нам сознание чести и уважения, престижа, влияния, высокую самооценку, благодаря нашему упорному труду и сотрудничеству. Я хочу сотрудничать с вами, помогая вам расширять ваш бизнес. Все мы сотрудничаем с системой поддержки Гербалай. Мы на пусти к успеху. Мы заработаем миллионы. У нас будут истории, у нас будет опыт. И вот теперь последнее. Наполеон Хилл сказал, «Важное качество лидера – видение. Видение состоит из многих компонентов. Во-первых, видение собственного пути. Видение для себя самого. Видение своего финансового будущего. Видение своего здоровья. Видение своего благосостояния. Видение, которое держится и которое становится делом. Видение будущего вашей семьи. Ведь теперь видение должно теперь поднять и других, и не только вас. Догадайтесь, на чем рассчитывает наша семья. На то, что мы увидим то, чего они поначалу не видели. Что мы заглянем дальше в будущее, чем, быть может, им удастся заглянуть. Так же и с вашей компанией, с вашими сотрудниками. Они рассчитывают на ваше видение. Быть может, у вас немного больше опыта, чем у них, может быть, у вас немного больше опыта, чем у них. И они надеются, чтобы вы поможете им увидеть то, чего они поначалу не видят. Если вы это сделаете, если разовьете в себе лидерство, ваше влияние на компанию будет просто невероятным. Видение для себя. Видение для семьи. Видение для вашей компании. Видение для ваших близких. Древний пророк сказал, «Без видения мы погибаем. Если мы не можем заглянуть в будущее, жизнь теряет смысл. Если мы не можем заглянуть дальше, чем наше настоящее, то у нас нет причин верить, нет причин действовать. Но если мы разовьем это умение, больше, чем все другие, то, уверяю вас, это поможет нам изменить жизнь людей. Они захотят быть рядом с нами, потому что у нас есть видение будущего. Не только видение того, что будет на этой неделе, в этом месяце и году, но и долгосрочное видение вроде того, что у Марка о 5 миллиардах. И может быть видение, которое приведет вашу компанию в будущее и подарит всем успех.